В чем, на ваш взгляд, секрет счастливых пар, которым удается в течение долгих лет сохранить любовь друг к другу? Это большая тема, длиной в жизнь. И она постигается на собственном опыте. Но о некоторых вещах можно сказать. Вот смотрите, например, когда спортсмен бежит на длинную дистанцию, у него должно быть очень глубокое и точное понимание, где и как тратить силы. То есть как реагировать, как вести себя на подъеме, на спуске. Если он в группе бежит, то как в группе держаться? Иначе говоря, невозможно пробежать длинную дистанцию, не имея знания о всем пути, не имея какой-то опыт. Сейчас в основном люди в отношения вступают, не имея практически никаких знаний, никакого опыта. Почему? Потому что раньше это передавалось в самой культуре. То есть были успешные семьи. Раньше разводов практически не было. В основном семьи были успешные, то есть была какая-то квалификация такая интуитивная. Что значит быть женщиной, мужчиной? И люди естественным образом учились, и они этот опыт перенимали. И поэтому можно было бежать на длинную дистанцию. Это один момент. Второй момент. В длительных отношениях, в любых вообще, в семье в особенности, невозможно долго выживать, не имея неких фундаментальных качеств характера. Например, одно из них — это терпение. Второе — умение прощать недостатки другому. Третье — это уважение. Четвертое — это то, что можно назвать благотворительность или некая такая чистота, когда я ради блага другого готов что-то делать, то есть пожертвовать собой. И раньше вот эти качества, они у людей были намного более сильно проявлены, чем сейчас. Это очевидно совершенно, что всегда в отношениях будут какие-то конфликты, трудности. И если нет вот этих фундаментальных качеств характера, то это просто невыносимо становится. Потому что в первом конфликте хочется хлопнуть дверь и уйти навсегда. Вот сейчас у людей этих базисных качеств характера практически нет. Ну, это что там, знаете, как-то убывающий процент. Его там почти уже не видно. Поэтому все становится очень сложно. Люди обращаются в психологию, но психология, она тоже очень любопытная сегодня, потому что это в основном психология методик, техник. То есть есть какая-то ситуация, нужно сделать технику, и случилось чудо, ситуации нет. С одной ситуацией так можно справиться. Это как, знаете, там сорняк срезать, утром выйти и срезать. Все, целый день его нет, завтра опять вылез. То есть психология методик, она позволяет только срезать вершки. Поэтому на методиках тоже, на методиках тоже долго не проездишь. Нужны качества характера, а сейчас их у людей нет. Поэтому ответ на ваш вопрос, в чем секрет успеха вот в развитии этих качеств. Если мы возьмем с вами любые успешные семейные пары, мы обнаружим эти там базисные качества характера. Субтитры создавал DimaTorzok